ДИВНЫЙ ПЯТНИЧНЫЙ ВЕЧЕР О, Боже, как мы все ждали этого концерта. Правда, милая-милая? Луговая мне сегодня помогает. Да, очень-очень ждали. И не зря. Мы ждали этот коллектив и этот концерт. Просто замечательно. И никогда я не помню, чтобы в пятницу вечером на радио «Шансон» было столько народу как артистов, так и зрителей, что, конечно же, в помощи артистам. Потому что здесь всегда переживают, как концертные артисты привыкли, чтобы зал был, чтобы как-то реагировал, подпевал, слушал. А тут два сидят, один что-то говорит, другой что-то крутит. И, в общем-то, откуда взяться настроению. Друзья, встречайте сегодня в пятницу вечером в «Живой струне» хор Турецкого. Ура! Аплодируйте, ребята. Да-да-да. Михаил, я вас приветствую. Здравствуйте. Я думаю, что всех этих прекрасных парней вы представите чуть-чуть позже. Конечно. Да. А сейчас я предлагаю сразу начать с песни. С корабля на бал. Да. Ублако романтики опускается от нашей студии. Скажи, откуда ты пришла? В моих глазах цветет весна. Луна, свеча любви, пророк. Не ищет день, не просит впрок. И без дорог ты вся объята красотой. Мои стихи бегут строгой. Роса, туманы до зари. Здесь только я, здесь ты и мы лицо любви. Улыбка Бога радуга целует солнце облака дожди. Лежат в ладонях яблоки и в небе снеги. Моя любовь оголена, я говорю, что ты княжна. Ты мой глоток любви ростой. Весенний полевой цветок любви за ростой. Я чувства прячусь за спиной. Любовь грозится стать ручной. Боюсь услышать и не жти. Поверь, я долго ждал весны, где я и ты. Улыбка Бога радуга целует солнце облака дожди. Слова любви издалека в глазах твоих. И мы с тобой близки. Улыбка Бога радуга целует солнце облака дожди. Лежат в ладонях яблоки и в небе снеги. Лежат в ладонях яблоки и в небе снеги. Лежат в ладонях яблоки, а в небе снеги. Лежат в ладонях яблоки, а в небе снеги. ...живая струна... Хор турецкого, если только что к нам присоединились, в живой струне. Ну, красотища-то какая. и мне нравится Михаил. Михаил-то поёт, а сам ещё так параллельно руководит. Слышу. Слышу только себя в ушах. А, вот как. Но у нас, к сожалению, здесь всё-таки наушники не профессиональны, как для студии, чтобы петь, а не больше для того, чтобы говорить. Да, мы привыкли обычно слышать друг друга. Да. Здесь какой-то новый слуховой опыт. Но солнца грязью не забросаешь. Это вы правы. Паганини играл даже на одной струне, я знаю. И у него получалось. Да, да. Звучит прекрасно, я вам могу точно сказать, потому что на выходе немножко по-другому, нежели как вы слышите в своих наушниках. Это абсолютно точно. Ну и супер. Михаил, представьте своих... Да, в общем, мы у нас... Свой коллектив, сколько микрофонов. Мальчики, вас сколько здесь-то? Ну, у нас на самом деле 10 голосов. Мы пришли сюда восьмером. И тут, в общем, и представлять. Все их знают. Это наши редкие голоса. Начинаем с самых низких. Бас Профунда. Уроженец Челябинской области. 30 лет в хоре турецкого. Завод его Евгений Кулис. Представляете, как выглядит. Да, 30 лет. Сколько ж тебе лет, Женя? Никто не знает. Не говори, не говори. Добрый вечер, брат. Вообще, на самом деле, 30 лет коллективу я удивилась. Я думала, меньше, если честно. Не-не, мы вообще, на самом деле, эмбрион наш в 89-м году возник. Абалдей. Да, публичное выступление было в 90-м. Уже в 90-м мы начали выступать. Поэтому, на самом деле, мы никак не можем отпраздновать из-за ковида эту дату, 30 лет. Мы ждем с поклонниками возможности полномасштабно праздновать юбилей. Пока ждем и, думаю, дождемся. Давайте продолжим. Игорь Зверь. Басконтант. Это бездонный голос. Уроженец Московской области. Город Куровское. Кстати, благодаря Игорю город Куровское стал знаменитым. Дальше у нас. Редкий голос. Лирика. Драматический бретон. Уроженец Кавказа. Красавец. Ставропольского края. Молодой Магомаев. Зовут его Ави Григоря. Аплодируйте, друзья. Вообще просто. Вы смотрите нас. Нас же можно смотреть. А здесь надо смотреть. Надо. Девочки, надо. Да. Дальше. Вот этот парень пришел. Ему было 17. Он от меня с левой руки. Его зовут Алекс Александров. Он любимый ученик Иосифа Кобзона. Постоянно занимался с мэтром. Дальше смотрим на любимца публики. Костя Кобова. Уроженец. Смоленской области. Мистер обаяния. Костя. Мистер обаяния. Изобрази обаяния. Сделать что-нибудь лицо. Дорогие друзья, еще есть у нас очень, я считаю, яркий персонаж. Тоже любимец, уроженец Ленинградской области города Выборга. Выпускник театральной академии Санкт-Петербурга. Его зовут Павел Беркут. Аплодисменты. Давайте хоть сами себя порадуем. Ну, конечно, аплодисменты. Браво. Да. И, на самом деле, редчайший в Евразии голос мужское сопрано. Один на два. А может, и на четыре миллиона поющих мужчин. Уроженец Украины. Заслуженный артист России. Миша Кузнецов. Тридцать лет в ходе турецкого. Вообще, вообще. В первом номере не участвовал этот парень. Он сидел так скромно в углу. Он надел очки. Не знаю, я думаю, что радиослушатели не видят образ. Вообще, это длинные волосы. Уроженец республики Беларусь. 27 лет в ходе турецкого. Зовут его Олег Блехарчук. Он, может, все играет на кардионе, на рояле. Поет лирическим тенором. Олег Блехарчук. И я, Михаил Турецкий, я здесь за все отвечаю. Вот наша такая компания. Браво, браво, браво. Мальчики, а что вы мне не аплодируете? Давайте. Я вас так представлял смачно. Я даже сниму пиджак. На всякий случай стало жарко. Здесь жарко, да. Но, к сожалению, я хочу сказать, что не все знают. Я, если честно, тоже сама не знала. Узнала буквально недавно, что у вас в коллективе произошла трагедия. Совершенно недавно. И это основной повод еще, из-за чего мы сейчас встречаемся. Потому что сегодня 1 октября, а 7 октября будет концерт. Благотворительный, да, насколько я понимаю? Да, вот нас постигла невосполнимая утрата. Из-за ковида у нас ушел в рассвете лет очень яркий певец, наш друг, наш соратник, партнер многолетний. 20-летняя сотрудничество совместное нас объединяло. Завод его, звали его. Был вообще невозможно сказать. Борис Горячев. И уже 60 дней, как его нет с нами. Мы пережили летом очень страшную трагедию. Ну, сейчас мы восстанавливаемся. Восстанавливаемся. Хотя, конечно, от этого удара очень трудно восстановиться. И 7 октября ему как раз бы исполнилось 50 лет. Вот он не дожил. Он был в отличной форме. И поэтому это вот такое знамение или такой вот трагический поворот судьбы, что это может произойти даже с яркими молодыми. Смерть не хочет щадить красоты ни веселых, ни злых, ни крылатых. Есть такая песня о врачах. Врачи очень долго и серьезно боролись за его жизнь, но не получилось. Планы у ковида оказались более жесткие. Что-то где-то вот мы недосмотрели, наверное, и он недосмотрел. То есть, поскольку мы на передовой, очень много контактируем. В основном все у нас ребята вакцинированные. Борис как-то не успел вакцинироваться. И в Вегас Сити Холле. Да, и в Вегас Сити Холле мы будем делать концерт. Это не будет поминальная молитва. Это скорее концерт о любви к жизни и о том, что он все равно как бы в нашей памяти остается как живой голос. Мы даже будем петь с ним, будет звучать его голос. Современные технологии позволяют петь вместе и до сих пор. Вот, это будет концерт, где мы обозначим свое отношение к нему и что он, пока мы его будем помнить, он будет, не только мы, у него миллионы поклонников. Все эти люди будут чувствовать и петь, и подпевать, и слышать, и ощущать. И все равно радоваться жизни, несмотря на что. 7 октября в Вегас Сити Холл хор турецкого. Да, мы всех приглашаем. И я думаю, что наши пиар-менеджеры организуют онлайн-трансляцию. Об этом мы сообщим дополнительно. Как это увидеть, услышать. 7 октября. Запомните, это все, кто знает наш коллектив и кого интересует наше творчество, я думаю, получат от этого концерта очень большое удовольствие. Мы к нему очень серьезно относимся, готовимся. Для нас главное, чтобы не сделать из этого реквием. Потому что это невозможно. Потому что мы сами себя съедим. Мы уже из этой драмы выходим, вышли. Она нас постоянно преследует. Тем не менее, мы должны все преодолеть. Потому что жизнь продолжается. Жизнь продолжается. И концерт наш тоже. С тобой и навсегда. Так называется следующая песня. Ну, придется петь самому, ребят. Поехали, маэстро. Прочь прошлого тени на ветру Запах свободы поутру В дребезг мир чужой Фальши прочь День улетающая дарь Прошлого миг его не жаль В дребезг мир С тобой Дальше С тобой и навсегда С тобой и навсегда Пускай идут дожди Пускай летят года Опять как первый раз Твое услышит «да» И снова навсегда С тобой и навсегда Не опускай глаза Я не хочу назад Вселенной без тебя Мне нечего сказать Ты больше, чем мечта Ты выше, чем звезда С тобой и навсегда С тобой и навсегда Твое имя Любовь Твое имя Мечта И знай Ты как звезда Не беги Ты моя Нереально Легки Шаги В небе Вдвоем Снова Громом В ночи Звучит Имя Твое Оно Как песня звучит Сердце сквозь темноту Кричит И ничему Уже жить без тебя И не краснет звезда Больше неба Любовь Больше жизни Молчит Это судьба Спокой и навсегда С тобой и навсегда Пускай идут дожди Пускай летят года Опять как первый раз Твое услышит Да И снова Навсегда С тобой И навсегда 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 И замолчали сергала Река надежды ожила Когда ты в жизнь Когда ты в жизнь мою вошла Когда ты в жизнь мою вошла Чтоб в ней остаться навсегда Остаться навсегда Друзья наши Вечные ценности Родина Дружба Семья Дети Любимая работа И конечно Женщина Одна навсегда И снова С тобой и навсегда С тобой и навсегда Не опускай глаза Я не хочу назад Вселенной без тебя Мне нечего сказать Ты больше, чем мечта Ты выше, чем звезда С тобой и навсегда С тобой и навсегда Держи мишаню ноту в конце Живая струна Живая струна Там, где небо мое сердце Там, где ты моя душа Ангел кружит Занял место Держит за руку меня Я иду своей дорогой В сердце чувства не даю Я дышу не одиноко И любви в глаза смотрю Ради тебя Я проживу Ради тебя Огни зажгу Ради любви Ради мечты Я готов На все пойти Ради тебя Я проживу Ради тебя Огни зажгу Ради любви Ради мечты Я готов На все пойти Там, где солнце Мои мысли Там, где счастье Там, где счастье Мы с тобой Наши чувства Безграничны Безграничны Предначертанной судьбой Ты мне душу Воскресила Ты спасла Ты спасла Мою мечту Ты мне истину Открыла Через свет и доброту Ради тебя Я проживу Ради тебя Огни зажгу Ради любви Ради мечты Я готов На все пойти Ради тебя Я проживу Ради тебя Огни зажгу Ради любви Ради мечты Я готов На все пойти Мы на все готовы Ради вашей любви Ради тебя Ради тебя Ради тебя Я проживу Ради тебя Огни зажгу Ради любви Ради мечты Я готов На все пойти Ради тебя я проживу, ради тебя не сожгу, ради любви и ради мечты я готов на все пойти. Мы в восхищении хор турецкого, если только что к нам присоединились, нас можно не только слушать, но и смотреть. Это «Живая струна». У меня тут написано, артисты только что вернулись из Рима, из Мадрида. Как вам это удалось, друзья, в нашу непростую годину? Все страны закрыты. А тут международный марафон «Юнайти Сонгс». Расскажите, пожалуйста, что это такое? Я вот думаю, может, кто-нибудь из мальчиков умеет, что-нибудь из мальчики. Жень, расскажи, ты же тоже был в Риме и в Мадриде. Добрый вечер. Ну, эти страны были в рамках нашего проекта «Юнити Сонгс». Ой, этот голос я не могу сейчас, не могу. Не могу. Да я сам боюсь. Проект называется «Юнити Сонгс», он уже работает четвертый год. Да, и что он из себя представляет? Это песни и песни о войне, и песни о мире, и, конечно, о любви, и песни для нерусскоговорящей публики. То есть мы делаем сувениры, допустим, для каждой, либо на фарцузском языке, на итальянском. Это какие-то фрагменты классической музыки, какие-то хиты классические. То есть эта музыка понятная для иностранной публики. Для нас очень важно, чтобы помимо наших соотечественников к нам присоединялись люди, так называемые, живущие в стране, куда мы приезжаем. И мы в течение этого года уже, наверное, в 12 странах побывали, несмотря на ковид-ограничения. Вот я и удивляюсь как-то. Да, вот как-то мы успеваем заскочить в эти, так сказать... Говорят, наши прививки там не алло. Да, нам приходится тестироваться каждые 48 часов. У нас это получается. Мы очень оберегаем свою ауру, мы все привиты, и у нас поэтому получается быть там здоровыми. И несмотря ни на что, так сказать, это все происходит. Причем какая-то рука Всевышнего нас там ведет. Буквально вот мы приехали, на следующий день страну закрыли. Такая была история, я помню, в Австрии, в Болгарии. То есть мы как бы в последний вагон иногда забегаем, и в Румынии. И в Венгрии, и в Словакии, и в Словении. Прямо везунчики. Да, и особенно вот нам очень понравилось на Королевской площади в Испании, или на Центральной площади в Риме. То есть то, что нам вообще эти площади открывают. То есть у проекта есть репутация. Мы в Рим заезжаем не первый раз. Они сначала посмотрели на нас внимательно. Что мы вообще делаем, о чем говорим. И сейчас даже представители Ватикана были на последнем концерте, и нас, похоже, пригласят в Ватикан выступать. Потому что у нас есть музыкальный материал для этого. Проект существует при поддержке правительства Москвы и Министерства иностранных дел. Поэтому у нас такая мощная защита, что называется, и поддержка существует. Но, тем не менее, нам приходится очень много самим выкладываться, чтобы это все организовать. А от России только вы, только вот ваш коллектив, да? Ну, вот мы. Это наш проект, хор турецкого и наша женская группа «Сопрано». То есть у нас комбинированная группа такая приезжает, где мы можем спеть практически любую музыку. И мы разговариваем этой группой на всех языках. То есть, получается, в нашем коллективе все говорят по-английски, говорят несколько человек на французском, на итальянском. Есть у нас девушка-полиглот, которая говорит на славянских языках. То есть мы можем разговаривать на славянском, словацком, венгерском, бывшие югославские страны, такие, скажем, как Хорватия или Сербия. То есть есть возможность контактировать. И я вас даже удивлю, у нас есть девушка, которая на китайском языке говорит. Когда мы ездили в Китай с проектом Unity Song, с песней «Победы», мы говорили, аудитория наша слышала нас и на их родном языке. Михаил, я предлагаю прекратить вот это все перечисление, потому что я не знаю, как у Милы, у кого... Не пугайтесь, не пугайтесь. У меня самооценка ниже Плинтуса сейчас уже сразу. Ничего, мы поднимем ее в конце передачи, не волнуйтесь. Это наша работа, поднять вашу самооценку, все будет хорошо. Да! Ну, в общем, сейчас классика к вопросу о репертуаре, классика, да? Электричка же же. Да. Мальчики, вы хотите электричку? Ну, пойте, конечно, почему нет? Слова не помните или помните? Все помним. Ну, давай, поехали. Маэстро, музыку! Выкладывайтесь. Нужно настроение. В пятницу вечером. Как всегда мы до ночи стояли с тобой, как всегда было этого мало. Как всегда позвала тебя мама домой. Я метнулся к вокзалу, опять от меня сбежала последняя электричка. И я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на По шпалам опять по шпалам иду, Домой по пепичке. Не унять непонятную радость мою, Так вот каждую ночь коротаю. Завтра снова с любимой до звезд простою, И опять опоздаю. Не жди ты меня, пожалуй, Последняя электричка. Уже я по шпалам опять по шпалам пойду, Домой по привычке пойду. Домой по привычке пойду. Ухор турецкого сегодня вечером, В пятницу вечером в живой стране. К вопросу о репертуаре, у меня такое ощущение, что вы можете вообще все спеть. Но ведь есть, наверное, какие-то песни, которые по каким-то, опять-таки, причинам не входят в ваш репертуар. Пусть даже это песни какие-то популярные. По принципу какому? Расклад по голосам или что? Да, например, «Ромашки спрятались», мы не можем спеть, потому что это песня о женском сердце. И для этого был создан проект сопрано. То есть, ну, таких песен, которые мы спеть не можем, если они от мужского лица идут, в природе не существует. То есть музыкальная банальность или какая-то некачественная музыка, мы от нее, конечно, открещиваемся. Хотя иногда бывает социальный заказ или какая-то просьба, запрос общества, люди хотят. И мы пытаемся насытить ее своим музыкальным интеллектом, любую банальную песню. И она, в общем, превращается в какое-то произведение искусства за счет... Ну, специально для вашего коллектива пишутся песни, вот специально, только... Ну, мы сами эти песни ищем, и если у кого-то есть желание нам какую-то песню дать, подарить или продать, мы открыты к сотрудничеству. Нам нужны авторские новые песни с удовольствием. Ну, вот на наш вокальный-музыкальный расклад. Ну, мы, конечно, следим за тем... На вскидку, сколько на сегодняшний день, за 30 лет существования коллектива? В репертуаре где-то тысячи композиций, много духовной музыки, и рок, и шансоны, фольклора, и эстрада, и классика, и оперета, и опера. Разнообразное творчество, соединение этих всех жанров, так называемое смешение стилей, эклектика. Вон, Михаил, империю какую-то создали. И есть... А почему империю? Вот Иосиф Давыдович Кобзон, он 3000 песен имел в репертуаре, он император, крюстный отец. Но он и постарше будет. Ну, конечно, у нас еще, хотелось сказать, вся жизнь впереди. У нас еще есть время, средний возраст нашего коллектива 45 лет, мы еще можем потворить по... 30 лет это время свершения, как в той песне, вы знаете. Да. Мы не чувствуем, что это конец фильма, это, наверное, ну, золотая середина или зенит. Немножко счастья. Паш, подожди, подожди, надо про счастье-то рассказать. Про счастье? Ну, как... Что у нас обычно происходит, когда людям не хватает счастья? Мы... У нас есть пару приемов, да, и в зале происходит чудо. Да, это чудо происходит в зале, а сейчас как мы можем осчастливить наших слушателей радиошансон и тех, кто смотрит нас в прямом эфире. Только песни, поэтому счастья вам всем. Счастье — это здесь. Сейчас каждый день можешь снова начать, ночь освещает и плачет свеча, и лишь иногда приходит печаль. Счастье есть, его не может не быть, счастье, аж на миге лови, счастье, аж на миге любви, счастье в любом месте земли. Я мечтаю о том, что счастье наполнилась наша вселенная. Наши подводники за стеклом. Счастье наполнился, аж на миге лови, счастье, аж на миге любви, счастье в любом месте земли. Я мечтаю о том, чтобы счастье наполнилась наша вселенная. Продолжаем ручки. Мечтаю о том, чтобы счастье наполнилась наша вселенная. Я трехмерный фактом направляю к источнику света неплевного. Счастье — это мирное небо над головой. Счастье, когда есть друзья. Счастье любить. Счастье быть здоровым, парни. И главное, счастье сегодня пятницу вечером быть на волнах радиостанции. Я мечтаю о том. Приветствуем всех наших слушателей. Как настроение, друзья? Мы желаем всем быть счастливыми. Я мечтаю о том. И, конечно, радоваться жизни. Мальчики, поднимаем две руки вперед. Это полезно для здоровья. Вверх. Я мечтаю о том, чтобы счастьем наполнилась наша вселенная. Вверх и вверх. Это полезно для сторон. Направляю к источнику света неплевного. Паш, скажи что-нибудь хорошее. Ну, скажи, скажи. Живая струна. Сказал, как отрезал. Паша, смей меня. Дело в том, что когда идет джингл, не слышно у вас никого. А сразу джингл. После каждой песни сразу джингл. Все понятно. Поэтому, Паша, что ты там говорил? Так скажи же. Мы хотим это услышать. Мы хотим, чтобы вы были искренне счастливы. И мы вам этого искренне желаем. Ура! Ура! Скромность украшает, да, Паша Николаевич? Конечно же, не могу не спросить про детские какие-то хоровые истории. То есть какие-то, я не знаю, проекты, наверное, да? Вы знаете, есть мечта, конечно. Есть мечта. У нас мы все как-то объединены были идеей в свое время. Все мы закончили Гнесинский институт, консерваторию, советскую музыкальную школу. То есть мы прямо с юных лет встретились, когда, я говорю, это 30 лет назад пришел, это 27. Понятно, что это парни были, им было 17-18, мне было 20 с копейками. Но вы практически родственники. Да. И, естественно, у нас есть такой багаж накопленный. И мы мечтаем молодому поколению, ну, оставить это, что ли. Ну, передать по наследству. Потому что некие сегодняшние музыкальные пристрастия, они не всегда бьются с нашим представлением о прекрасном. Поэтому у нас есть своя линия поведения. Мы ее хотели бы, конечно, передать детям. И мы ждем. У нас пока нету помещения, в которые мы можем привезти детей с родителями, чтобы их дети могли там... Так у вас поддержка Москвы, вот этого марафона и все. То есть, мне кажется, там... У нас много лет назад нам, как бюджетному учреждению культуры, дали здание. Но оно в аварийном состоянии. В общем, мы ждем его. Оно, в принципе, приступили к ремонту. Слава богу, лед тронулся. Но все-таки еще пару лет пройдет. Мы за это время уже такую подготовительную работу начинаем. Уже детей прослушиваем. Я хочу, чтобы на благотворительной основе, бесплатно, талантливые дети могли в этой школе учиться человек 50, чтобы... Супер. Классная идея. Да, чтобы не зависело это от кошелька родителей, вот может платить человек учиться. А это тогда нужно, чтобы помещение было на балансе города, все вот это вот, при поддержке. И тогда все будет хорошо. Нет, вы знаете, есть люди, которые хотят быть партнерами, я уверен, в таком хорошем деле. Нам нужен просто партнер для этого, чтобы дети не платили деньги за обучение. Чтобы этот талант не зависел от кошелька родителей. Я думаю, вас услышат. Так, нам нужно поторопиться, чтобы все успеть. Еще одна классика. Опа. Клен. Да. Любимая композиция. Нескольких поколений наших враждебов. Можно подпевать прямо в машине. Там, где клён шумит, над речной волном, говорили мы, о любви с тобой. Опустел тот клён, в поле бродит мгла. А любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, а теперь весь зал поет. А любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, стороной прошла. И не вернется вновь. Это лето к нам. Не вернется вновь. Не вернется вновь. Не вернется вновь. Это лето нам Ни к чему теперь за тобой ходить Ни к чему теперь мне цветы дарить Ты любви моей не смогла сберечь Поросло травой вместо наших встреч Поросло травой Поросло травой Поросло травой вместо наших встреч Но в этом месте я хочу, чтобы все пели Там-то клён шумит Над речной волной все поют Говорили мы все А любви с тобой Опустел тот клён В поле бродит мгла А любовь, как сон Стороной прошла все А любовь, как сон А любовь, как сон А любовь, как сон Стороной И теперь вся радиостанция, все машины, весь город А любовь, как сон С нами А любовь, как сон И все не снишь А любовь, как сон Я вас слышу Стороной Да, это реально круто Держим звук Шансон Вся страна Великий шансон И ничего не сделаешь Катарсис Это катарсис Ощущение Ощущение Абсолютное Льется музыка И выходим на финишную прямую Оба Нет жизни только морский день Где все танцуют и поют И остаются люди здесь И счастье ждут И слезы левут Вдруг дунет ветер ледяной И от тоски застыну я Но словно дрылья за спиной Возникнет музыка моя Льется музыка Музыка, музыка То печаль, а то веселя Кто-то тихо играет на дудочке Под которую кружит земля Льется музыка, музыка, музыка И вовек не устанет кружить Бесконечная, вечная, мудрая От которой так хочется жить Нет, все, конечно, не сбылось Потоки лет, мельканье дней Но если что-то удалось Спасибо музыке моей Вот зазвучало Попыла Спустит шестивной высоты Спустит шестивной высоты И два невидимых крыла Меня выносят из беды Льется музыка, музыка, музыка То печаль, а то веселя Кто-то тихо играет на дудочке От которой кружит земля Льется музыка, музыка, музыка И вовек не устанет кружить Бесконечная, вечная, мудрая От которой так хочется жить Льется музыка, музыка, музыка То печаль, а то веселя Кто-то тихо играет на дудочке Под которую кружит земля Льется музыка, музыка, музыка И вовек не устанет кружить Бесконечная, вечная, мудрая От которой так хочется жить Бесконечная, вечная, мудрая Мы счастливы быть на волнах радиостанции Шансон сегодня Спасибо! Бесконечная, вечная, мудрая От которой так хочется жить Живая страна Живая страна Хор Турецкого 30 лет коллектива 30 лет на волне По-моему, Михаил, тебе так на скидку Не было никаких провисов, провалов Какого-то такого Неудачных полос Мы это хорошо скрывали Это тоже Держать лицо надо всегда Это 80% успеха, держать лицо Спасибо вам огромное За праздник музыкальный Который сегодня в пятницу вечер В преддверии выходных Которые обещают быть, не знаю, где в Москве Вполне себе хорошими Задали такой тон прекрасный Спасибо огромное Ждем вас снова и снова Желаем вам всего самого доброго, самого хорошего Я, друзья, на этой ноте с вами прощаюсь Ровно на неделю, в следующую пятницу, девятого Жду вас на живой струне Не оставляю вас с коллективом С вас еще одна очень московская песня Оба Спасибо Ну что, бывает все на свете хорошо Легендарная песня Любимая песня от четырех поколений наших граждан А я иду, шагаю По Москве Это наш город, друзья Мы его любим Бывает все на свете хорошо В чем дело, сразу не поймешь А просто летний дождь прошел Нормальный летний дождь Мелькнет в толпе знакомое лицо Зеленые глаза А в них бежит садовое кольцо А в них блестит садовое кольцо И летняя гроза А я иду, шагаю по Москве И я пройти еще смогу Зеленый тихий океан И тундру, и тайгу Над лодкой белый парус распущу Пока не знаю с кем А если я по дому загрущу Под снегом я фиалку отыщу И вспомню о Москве А теперь все вместе с нами А я иду, шагаю по Москве И я пройти еще смогу Зеленый тихий океан И тундру, и тайгу Над лодкой белый парус распущу Пока не знаю с кем А если я по дому загрущу Под снегом я фиалку отыщу И вспомню о Москве И вспомню о Москве Живая струна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok